Добрый день, дорогие друзья! С вами Павел Платонов, руководитель Православного Паломнического Центра «Россия в красках» в Иерусалиме. Сегодня вы видите за мной замечательную сосновую рощу. К счастью, она такая есть рядом с нашим Дуомом. Сегодня мне хочется поговорить о евангельском событии воскрешения Лазаря, связанном с христианским праздником сегодняшнего дня. Праздник этот Лазарева суббота. Среди всех чудесных знамений, которые совершил Иисус Христос, было событие, которое потрясло людей больше всего. О нем рассказывает только евангелист Иоанн Богослов. Вспомним этот замечательный евангельский рассказ. Когда Спаситель приближался к пределам Иудеи, получил он известие, что Лазарь, друг его, болен. Не видя надежды на выздоровление, послались сестры Лазаря, Марфа и Мария, посланца, и просили Христа, чтобы он как можно скорее прибыл в Вифанию, селение, где жили они, и божественным участием исправил положение. Господи, вот тот, кого ты любишь, болен. Но Христос, который действительно любил Марфу, Марию и Лазаря, и неоднократно останавливался в их доме, не торопился. Он сказал, что болезнь эта не к смерти, а к славе Божьей, и что через нее Сын Божий прославится. И лишь через два дня отправляется в Иудею. «Пойдемте опять в Иудею», — сказал он своим ученикам. И сказал также, что Лазарь спит, и ему должно разбудить его. Ученики не поняли, о каком сне, говорит Спаситель, и обрадовались. «Ну, раз спит, значит выздоровеет». И тогда Христос прямо говорит им, что умер Лазарь. Когда Иисус прибыл в Вифанию, Лазарь был уже во гробе четыре дня. Возможно, еще не все знакомы с традициями погребения иудеев в то время. И я должен сказать, что гробы, упоминаемые в Евангелии, — это высеченные в скальной породе помещения для захоронения. Таким же был и гроб Лазаря. И в современное нам время, и тогда, семью умершего приходили проведывать несколько дней для утешения многочисленные друзья, знакомые и родственники. «И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии, чтобы утешить их в печали о брате их. И Марфа, вышедшая встретить Христа, и Мария, подоспевшая позже по его зову, скорбя говорили, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». И сам Иисус, видя скорбь и их, и пришедших иудеев, сам воскорбел и спросил, «Куда положили Лазаря?» И заплакал. Тогда иудеи спрашивали меж собой, «Смотри, как любят его, неужели не мог сделать так, чтобы он не умер?» Ведь исцелил же он слепорожденного в Иерусалиме. «И пошли все гробницы, то была пещера, и камень лежал на ней. И Иисус просит отвалить камень, закрывавший вход». Марфа сказала, что уже смердит, четыре дня как захоронили. На что Иисус ответил, «Если будешь верить, увидишь славу Божию». И открыли гробницу, затаив дыхание и глядя внутрь мрачной пещеры. «Лазарь, иди вон!» – воскликнул Христос. Но перед этим обратился к Отцу Небесному с благодарностью. Ведь это знамение, это чудо еще раз было призвано для укрепления веры в то, что Иисус – Сын Отца Небесного, пред страшными событиями, которые ждали еще всех впереди. «Лазарь, иди вон! И к ужасу всех присутствующих!» Да, да, дорогие, к ужасу! Радость была потом. Вышел Лазарь в погребальных пеленах. Его развязали, и он мог свободно идти домой. А присутствующие еще долго рассуждали о том, кто вершит такие великие дела. И многие уверовали в него. Но были и те, чье неверие не смог перебороть и воскресший Лазарь. «Они-то и поспешили в Иерусалим, чтобы доложить о случившемся в Синедрион. И уж там-то из страха перед римлянами, и защищая свои личные выгоды, при этом прикрывая их заботой о народе, при освящении Каиафа предложил убить Христа». Его мысль ясна. Ведь если не пресечь Иисуса из Галилеи, допустить его торжество, то может разразиться усиливающее мессианское движение. И оно привлечет римлян, а те начнут репрессии, и в случае сопротивления уничтожат страну и народ. Он требовал смерти Христа. «Пусть лучше один человек умрет за людей, чем весь народ погибнет». Сделал он зловещее заключение. Сам того непонимания он изрек великое пророчество. «И поэтому Иисус Христос удалился в Ифраем, и там некоторое время оставался в окружении своих учеников. Но близилось время Пасхи, последней Пасхи, Пасхи страданий, и Христос с учениками пошли в Иерусалим. А там уже ждали, искали и спрашивали в храме, не придет ли он на праздник, чтобы арестовать его. Вот события, о которых вспоминают в Лазареву субботу. А сейчас, с помощью нашего фотоархива прошлых лет, мы перенесемся в современную Вифанию. Евангельское название Вифании переводится, скорее всего, с древнееврейского языка, как «дом бедняка» – «бейта-Ани». Сегодня на месте этого древнего селения находится арабская деревня Эль-Азария, название которой кроется память о Лазаре. Там же, в центре селения, находится и гробница Лазаря. Гробница принадлежит одной мусульманской семье, собирающей бакшиш, то есть плату за вход с каждого посетителя, спускающегося в пещеру. Из-за перестроек в разные периоды времени практически невозможно понять, как выглядела погребальная пещера Лазаря. Здесь были храмы в период Византии и крестоносцев. Настоящий вход в пещеру с восточной стороны сейчас замурован стеной. Сегодня вглубь гробницы ведут 24 крутые ступени. Исходя из того, что сохранилось в наши дни, погребальная камера представляет собой почти квадратное помещение размером 2,5 на 2,3 метра. Чтобы попасть непосредственно в погребальную пещеру Лазаря, нужно буквально протиснуться сквозь очень узкий лаз среди камней. Поместиться в тесной пещере могут порядка 20 человек. Гробницы Лазаря ведет очень чистая улица, поразительно отличающаяся от обычно грязных улиц современной Эль-Азарии. Отреставрирована она была на пожертвования американского благотворительного фонда. Еще на этой улице, кроме гробницы Лазаря, находится мусульманская мечеть, которая называется Эл-Озайр. И две церкви посвящены святому праведному Лазарю, католическое и греческое православное. За греческой церковью мы видим древние руины старожевой башни периода крестоносцев. Это католическая церковь францисканцев, работы знаменитого итальянского архитектора Антонио Барлуцци, построенная на руинах церквей разных периодов, от Византии до крестоносцев. В интерьере церкви 48 мозаик купола изображает голубей, символизирующих души людей, взлетающих в вечность. Вдоль центральной дороги современной Эл-Озари расположен греческий православный женский монастырь святых праведных Марфы и Марии, или, как его еще называют, монастырь Встречи. Потому что, по преданию, в этом месте Иисус Христос встретил сестер Лазаря, Марфу и Марию. Храм построен на мощных фундаментах, предположительно византийского периода. В интерьере храма обращают на себя внимание филигранные серебряные паникадилы. Это подарок святой преподобномоченнице великой княгине Елизаветы Федоровны. А это главная святыня храма, камень, на котором сидел Спаситель во время беседы с Марфой и Марией. Другая святыня храма, чудотворная икона Божьей Матери достойна есть, написанная русской монахиней иконописцем, сестрой Сергией Трофимовой. Напротив греческого православного монастыря Марфы и Марии расположен небольшой участок с русской православной школой, часовней и подземным пещерным храмом во имя святителя Николая Чудотворца. Этой школой руководят монахини русского гефсиманского монастыря в Русалиме, русской православной церкви за рубежом. В этой школе, которая считается лучшей в области, обучается около 400 девочек из разных мест Палестины. Православные девочки и христианки живут здесь на полном пансионе. На этом я заканчиваю свой рассказ. С вами был Павел Платонов. Подписывайтесь на наши каналы в YouTube «Россия в красках» и «Путешествия с Павлом Платоном». Ставьте лайки, пишите комментарии. Берегите себя и своих близких. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова